А теперь давайте поговорим о том, как подходить к сбору информации. То есть, как, собственно говоря, вы будете вести переговоры с клиентом, выясняя у него детали предстоящего проекта автоматизации. Начать имеет смысл, безусловно, с предварительных очертаний. То есть, нам с вами нужно составить некоторую большую предварительную карту процессов. То есть, мы должны разобраться вообще, какие процессы мы автоматизируем, насколько глубоко мы погружаемся, предстоит ли нам разрабатывать и процессы, и подпроцессы. И вообще, как глубоко мы будем заныривать в действия и в операции. Первым шагом будут предварительные переговоры, где вы должны обозначить себе такую очень крупную вообще карту предстоящего проекта. Разобраться, какие процессы мы автоматизируем, пообсуждать их, посмотреть в глубину, понять, будут ли там какие-то подпроцессы. Зачастую это вы получите уже из первых переговоров на старте, то есть на пресейле этого проекта. И итогом этого шага появляется некая очень грубая, крупномасштабная карта предстоящего проекта автоматизации. Следующим шагом имеет смысл собрать с клиента всю документацию, которая у него существует. О чем идет речь? Различные регламенты работы, скрипты переговоров, должностные инструкции, структура компании и так далее. То есть все, что вам может понадобиться для того, чтобы понять, кто как работает на основании каких документов и регламентов. Может так получиться, что никаких документов, регламентов, никаких должностных инструкций у вашего клиента просто нет. Такое случается, ничего страшного. Вам придется составлять самим достаточно крупными мазками подобные регламенты. В первую очередь для вас, во вторую очередь для самих же сотрудников, которые будут в итоге работать с этим процессом. По результатам этих двух шагов хорошо, если у вас появится черновая схема будущего бизнес-процесса. Это будет вам большим подспорьем в проведении интервью, потому что вы уже будете наглядно представлять, что же из себя представляет процесс, показывать это тем, с кем проводите интервью и уточнять эту схему в процессе. Такая схема поможет вам сильно ускорить все будущие работы, которые будут происходить с коллективом. Следующий этап – это личное интервью с каждым из участников процесса. Я рекомендую, настаиваю на том, чтобы это было именно личное интервью, а не какой-то опрос, бриф, какой-то переписка по электронной почте, потому что с каждым человеком имеет смысл и очень важно работать индивидуально и выяснять у него подробности, докапываться до сути вещей. В процессе этого интервью, я уверен, вы будете постоянно задавать один и тот же вопрос. Это вопрос «А что будет дальше?». Это важный вопрос для разрисовки, для проектирования бизнес-процесса. Что будет дальше? А что будет после этого? А какой следующий шаг? Что произойдет после? И так далее. Это ваш основной вопрос на этом интервью. Следующий популярный вопрос, который вам понадобится на интервью – это вопрос «Зачем?». Зачем? Для чего? Ну и другие вариации этого вопроса. Это очень хороший вопрос для того, чтобы разобраться в деталях и в сути. Вы будете действительно понимать, а что же делается, что же происходит. И также этот вопрос помогает валидировать действие вообще на его необходимость. Задав несколько раз подряд вопрос «Зачем?» про одно и то же действие, бывает, что вы выясните, что на самом-то деле действие оказывается бесполезным и его результат никому не нужен. Это хорошо помогает оптимизировать процесс, а вам разобраться в сути тех действий, которые необходимо выполнить. После того, как вы завершили все интервью, ваша задача – вернуться к себе, все это проанализировать. И итогом этого анализа должна стать полная, непротиворечивая, однозначная схема будущего бизнес-процесса, в которой вы будете уже точно знать, кто есть продукт, кто клиент, что, собственно говоря, является объектом бизнес-процесса и все те параметры, которые мы обсуждали ранее. Это о том, какие ветвления, какие условия, возможно, паузы и ожидания происходят внутри процесса. И какие метрики мы снимаем, на каких этапах мы должны фиксировать те или иные показатели нашего процесса. Как же изобразить, собственно, диаграмму автоматизируемого процесса? Надо помнить, что она вам нужна для двух основных целей. Первое – это ваши технические специалисты, специалисты, которые будут заниматься автоматизацией, настраивать информационную систему по этой диаграмме. И там должно быть достаточно детализации, чтобы они могли сделать эту работу правильно, корректно и с первого раза. А вторая цель – это согласование с клиентом. И здесь надо понимать, что не всегда у клиента достаточно компетенции, чтобы разобраться в сложных схемах. И, возможно, вам придется адаптировать эту схему, чтобы она была прозрачной и понятной для вашего клиента. Ну что ж, на этом у меня все. Я желаю вам успеха в нелегком деле автоматизации бизнес-процессов, работы с клиентами. Дерзайте!